Мастер спорта по художественной гимнастике, одаренный физик и активист. Герои нашего следующего сюжета сегодняшние выпускники. За 11 школьных лет они добились не только отличных результатов в учебе, но и каждый в своем увлечении. Чему выпускники кировских школ смогли научиться, пока сидели за партами, они рассказали Екатерине Зубаревой. Решать задачки по физике на уроке литературы это про него. Два года Антон Смердов углубленно занимается изучением точных наук. Он призер Всероссийской и даже Международной Олимпиады. В планах поступить в московский вуз, а после работать, как сам говорит, на грани физики и информатики. А началось все еще в детстве, когда дед научил его играть в шахматы. Приходится вот так вот сидеть и думать, как же поступить, просчитывать все на несколько ходов вперед. И математические задачи тоже такие, что нужно видеть все вперед, просчитывать наперед. А вот Олесе Глотовой точные науки всегда давались с трудом. Зато в свои 17 она уже мастер спорта по художественной гимнастике. Правда, сейчас в свой родной спортивный зал Олеся забегает лишь изредка. Готовится к выпускным экзаменам. Олесина мама мечтает, что в будущем ее дочка станет успешной бизнес-леди. Правда, сама девушка с будущей профессией пока не определилась. Смотрим, как экзамены сдам, как получится. Ну точно куда-нибудь там, ну в социологику, в общественность. И где-нибудь там сидеть, бухгалтеры там всякое. Сегодня последний звонок. Давайте подрепетируем финальную песню сейчас еще разок. Хорошо? Расставаться со школой выпускникам всегда трудно. А вот Лизе Наймошиной, как она сама говорит, невыносимо. Главное, что подарила ей школа хороших друзей. Сама Лиза на протяжении 11 лет активно занималась общественной классной и школьной деятельностью. Учила языки, играла на музыкальных инструментах. При этом все делала на отлично. Отсюда и еще одно достижение – аттестат особого образца. Недавно нашла свой дневник детский. И у меня там было написано, я в первый класс пошла и написала, типа, получу золотую медаль. Вот, так что это мечта детства, ну достижение для меня. Одним школьные годы подарили друзей, другим знания, третьим возможности. Антон, Лиза и Олеся уверены, им школа дала то, в чем они нуждались больше всего. А значит, спустя годы этот путь в 11 лет. Они будут вспоминать с улыбкой. Екатерина Зубарева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.